Я хотел бы вот и начать свой разговор с устройства приходской жизни и жизни благочиния. У нас с вами ясно зафиксированы границы каждого прихода. Я много раз говорил еще, будучи митрополитом, о том, что настоятель прихода должен нести попечение о каждом населенном пункте, который находится на территории прихода. Мы должны раз и навсегда закончить, завершить тот период нашей истории, когда священнику, настоятелю казалось, что люди с близлежащих деревень, поселков должны непременно посещать его храм. Мы должны сейчас совершенно другой стиль работы практиковать. Человек может жить в каком-то отдаленном поселке, даже не очень отдаленном от центра прихода и никогда в приход не зайти и храмы не посетить. Поэтому прямой долг настоятелей, а в случае с Калининградской области это очень просто, потому что дорожная инфраструктура здесь развита, здесь прекрасные дороги, если сравнивать с другими регионами России, здесь небольшие расстояния. Все вы имеете свои собственные автомобили и поэтому практически нету никакой проблемы посещать регулярно все населенные пункты, которые находятся на территории прихода. А в перспективе нам нужно в каждом населенном пункте обустраивать место молитвы, строить небольшую часовенку, куда бы батюшка мог приехать, может быть, литургию даже совершить, детей покрестить, молебен совершить, водосвяток. Часовенка должна быть такой, чтобы там могли вместиться 10, 15, 20, 30 человек. Вот если мы решим эту задачу, то тогда у нас и будет с вами некий образ Святой Руси. Не может быть прихода в населенном пункте, где 20 дворов. Но вот вчера, посещая монастырь, державные иконы Божией Матери в Изобильном, я спросил матушку Антонину, а сколько здесь населения? Она говорит, 20 дворов. Но ведь из этих 20-ти дворов ходят прихожане монастырь. Значит, 20, 10, 30. Не имеет значения. Мы должны идти к людям и делать свое дело. Там, где появляется храм, там начинается благодатное воздействие на душу людей. Это наш с вами опыт, мы знаем. Там и появляется шанс преодолевать алкоголизм. Растерянность людей. Сегодня очень остро в Калининградской области стоит вопрос сельского населения. После, на мой взгляд, глубоко ошибочного, резкого сокращения сельских школ изменилась и меняется к худшему демографическая ситуация населения. Если нету школы, то это еще один мотив и одна причина для людей переезжать в город. Если где-нибудь в Сибири переехать из деревни в город означает покрыть тысячу с лишним километров, то в Калининграде это ничего не стоит. И областной центр рядом, и районные города рядом. И сейчас, на мой взгляд, существует угроза резкого сокращения сельского населения Калининградской области. А если это произойдет, то о каком возрождении сельского хозяйства можно и вести речь? Здесь достаточно плодородные почвы, здесь удобная, опять-таки, транспортная инфраструктура. Есть все для развития. Но если уйдет народ, то как можно развивать очень важную отрасль экономики и социальной жизни людей? Вот поэтому работа сегодня священников в селе очень важна. Причем не нужно, еще раз, бояться ехать в самые отдаленные и как бы депрессивные населенные пункты. Нужно приезжать, встречаться с людьми, найти какие-то места, где можно совершать богослужения. И обязательно ставить перед собой задачу строительства мест для богослужения в каждом населенном пункте. Начиная, конечно, с самых крупных. Все это и будет один приход, но у прихода будет несколько храмовых зданий. И вот тогда и материальное положение прихода будет возрастать. Тогда на приходе, где сегодня один священник, могут смело служить два, а может и три священника. Поэтому мы с вами должны будем обязательно идти по этому пути. Я бы попросил, Владыка Серафим, чтобы с благочинными была проведена соответствующая работа, самая предварительная работа по составлению плана, чтобы у нас был план строительства. И вы мне покажите, пожалуйста, в каких населенных пунктах, сколько там населения, как далеко, допустим, от того места, где находится храм, находится тот или населенный пункт. С тем, чтобы у нас был такой действительно перспективный план строительства и духовного освоения всего пространства Калининградской области. Я еще хотел бы сказать о приходской жизни вот что. Самым большим недостатком, который я вижу в деятельности некоторых приходов, является то, что настоятели не живут на приходе. Обзавелись квартирами в областном центре и навещают приходы. Вот это нетерпимая ситуация. Я уже имею святые имена и отдал соответствующие указания владыке Викарию. Навести порядок в этом деле. Ясно поставить вопрос перед этими настоятелями. Ты хочешь быть настоятелем или будешь вторым священником в каком-нибудь районном центре или в городе. Если тебе так мило жить в областном центре, будешь жить, но не будешь настоятелем. Настоятели должны жить там, где они служат. Больше того, должна быть обеспечена высокая доступность населения к священнику. Выступая в Днепропетровске, на таком вот епархиальном собрании, я сказал священникам о том, что каждый настоятель, каждый приход должны иметь служебный мобильный телефон. Это не значит, что этот мобильный телефон должен быть включен 24 часа в сутки. В каждом приходе должен быть, в каждом храме должен быть номер этого телефона. И часы, когда можно позвонить. Каждый день. С 3 до 5, допустим. И в этот момент священник, для этого времени священник включает свой мобильный телефон, и он в контакте с любым человеком. Вот если у нас будет такая связь, то мы значительно улучшим приходскую ситуацию. Потому что до сих пор есть жалобы, когда не дозвониться, не достучаться, даже в экстренных случаях, когда нужно причащать умирающего больного человека. Вы, наверное, уже слышали о решениях, которые были приняты в феврале нынешнего года на заседании архиерейского совещания в городе Москве. И мы провели практически архиерейский собор в феврале месяце, потому что собрались в Москву все архиереи Московского Патриархата. Но поскольку не было специального решения Синода о созове собора, мы назвали это архиерейским совещанием. Но рассматривали очень важные вопросы, связанные с организацией приходской жизни. И вот было принято решение о том, что на уровне благочинений и на уровне крупных приходов нашей Церкви должен быть штат церковных работников, в которые бы входил не только священник, диакон, регент и псаломщик, как это звонарь и уборщица, как это было раньше, но чтобы в штат церковных работников крупных приходов и благочинений входили социальные работники, хотя бы один социальный работник, специалист по работе с молодежью и специалист в области образования. На штатной и платной основе. Я понимаю, что не так просто вводить эту систему на уровне приходов, и всех приходов нам не удастся на уровне вести. Но крупные, состоятельные приходы, городские приходы имеют возможность включить в свой штат соответствующих специалистов. Здесь у нас две проблемы для реализации вот этого решения архиерейского освещания. Первая проблема заключается в том, что нету кадров. Для того, чтобы человек профессионально работал с молодежью и профессионально вел социальную работу, занимался образованием, нужна соответствующая подготовка. Может, проще всего подыскать педагога, который бы занимался и воскресной школой, и приходской, а в рамках благочиния курировал бы работу всех воскресных школ и все образовательные программы на уровне благочиния. Такие люди есть и в Калининградской области. А что касается социальных работников, специалистов по работе с молодежью, то таких есть, но таких немного. И недостаточно для того, чтобы ответить на все потребности. Поэтому задача заключается в том, чтобы направлять на обучение таких людей. С этого года мы открыли специальный факультет в Свято-Тихоновском университете, который будет готовить социальных работников и специалистов по работе с молодежью. Но это четырехлетнее обучение. А нам нужно экстренно готовить таких людей. И в городе Москве на базе двух, на двух площадках, на базе Патриаршего молодежного центра при Даниловском монастыре и на базе Епархиальной комиссии по делам молодежи созданы образовательные центры. Там у нас сейчас обучается около двухсот человек. Время обучения небольшое, это пару месяцев. Но лица, проходящие это обучение, получают необходимые навыки в сфере социальной деятельности и в сфере работы с молодежью. Поэтому я просил бы, Владыка, вас и всех благочинных озаботиться в том числе, может быть, и направлением на обучение в Москву на эти курсы соответствующих молодых людей. Ну и вторая задача, которую надо решить, это финансы. Людям нужно платить зарплату, причем не нищенскую зарплату, а нормальную зарплату. Тогда с них можно спрашивать. Если молодежный работник получает зарплату, то настоятель перед ним ставит задачу, и тот эту задачу должен решать. А задача вот какая. Сколько у нас на воскресный день молодежи на литургии? Десять человек. Твоя задача заключается в том, чтобы к концу года было двадцать. Вот и все. Или тридцать. И это его же профессиональный долг. Он за это деньги получает. Он должен из программы строить соответствующие, и разворачивать работу, и организовывать, не знаю, экскурсии, да все, что необходимо для того, чтобы православные люди по крещению, молодые православные, мы же не занимаемся какой-то, не знаете, каким-то прозолитизмом, ни от кого же эту молодежь не отнимаем, это наша православная молодежь, которая только не входит в храм, потому что она не обучена, потому что у нее нету вот этих самых сцепок с приходской жизнью. И вот такой молодежный лидер, приходской или на уровне благочиния, должен разработать программу, которая бы эту сцепку обеспечивала. Организацию вне богослужебных собраний, проведение досуга, культурные мероприятия, с тем, чтобы молодежь могла понять все многообразие и всю красоту церковной жизни. Поскольку в первую очередь вот ответственность за такую работу будет возложена на благочинных, то я считаю, что у благочинных должны быть соответствующие бюджеты. Поэтому часть целевых средств, которые направляются в епархию, должны оставаться на уровне благочинных, чтобы у благочинных был бюджет. Ну и кроме того, конечно, и ресурсы своего собственного прихода должны включаться в это. Теперь я хотел бы коснуться важного очень вопроса, касающегося того, чем мы сейчас особенно занимаемся и в масштабах всей церкви, и в масштабах Калининградской области особо. Это вопрос о передаче церкви объектов религиозного назначения. В этом отношении Калининградская область является, как теперь говорят, пилотным проектом нашей церкви. Потому что именно с Калининградской области началась масштабная передача церкви объектов религиозного назначения. Каждый из вас, наверное, уже наслышан об этом. Многие из вас были вовлечены в эту работу. И благочинные, и настоятели. Вот здесь возникает вопрос теперь о том, как нам работать с тем, что сейчас передано. Ничто не должно простаивать, и ничто не должно не работать. Все должно работать на благо церкви. И вот возникает вопрос, а как нам построить всю эту работу? Ну, во-первых, я учредил отдел имущества Калининградской епархии, который на уровне епархии будет заниматься координацией всей деятельностью. Этот отдел призван помогать благочинным и настоятелям решать юридические вопросы, связанные с использованием имущества. Может быть, помогать в подыскании инвесторов. Хотя здесь, конечно, и каждый настоятель, и каждый благочинный сам должен работать. Почему я говорю о привлечении инвесторов? Потому что мы не можем своими силами сегодня поднять все эти объекты, многие из которых нам в руинах переданы. Поэтому необходимо привлекать средства со стороны. Но для того, чтобы церковь не потеряла эти объекты недвижимости, как это нередко уже бывало, привлекая инвесторов, необходимо, чтобы все инвестиционные договора и соглашения во-первых, создавались, и тем более заключались при тщательном юридическом сопровождении. Это главная будет ответственность и обязанность нашего отдела по имуществу. Нужно наблюдать за всеми инвестиционными проектами. Нужно, чтобы в присутствии и при участии юристов, в том числе и партийных юристов, эти соглашения заключались с тем, чтобы с одной стороны обеспечить быстрое восстановление этих объектов, с другой стороны, чтобы церковь не потеряла средств. Поэтому часть объектов, конечно, надо восстанавливать и использовать совместно с инвесторами, получая необходимые средства, в том числе и для осуществления всех тех программ, о которых мы говорим. Молодежных, социальных, образовательных и так далее. Ну а есть объекты, которые необходимо восстанавливать исключительно для богослужебных целей. Это, в первую очередь, храмовые здания. И вот здесь, конечно, речь идет не о инвесторах, а о благотворителях. Здесь мы должны опираться на тех, кто готов помогать церкви восстановить порушенное и воссоздать те храмовые помещения, которые сегодня находятся в тяжелом положении, но которые мы готовы использовать непосредственно в богослужебных целях или в приходских целях. Потому что часть, может быть, культовых зданий можно использовать не для богослужения, если есть уже храм, а как приходской зал, как приходской досуговый центр, как школу, детский сад, молодежный центр и так далее. В любом случае, то, что сегодня происходит в Калининградской области, это новация и для нашего государства, и для нашей церкви. Вы знаете, что существует много критиков самой идеи передачи церкви объектов религиозного назначения. Вот мы должны ответить на эту критику разумным, бережным отношением к тому имуществу, которое передается церкви, с максимальной отдачей, которая бы помогла нам и в обустройстве мест богослужения, и в развитии, в получении материальных средств для развития всех тех многочисленных программ, над которыми сегодня церковь работает. Вот для того, чтобы нам лучше организовать всю работу, необходимо решить два административных канонических вопроса. Первый вопрос касается благочинений. Мне кажется, что наступило то время, когда нам нужно очень активизировать работу благочинений и благочинных, а для этого представляется целесообразным создать два новых благочинения. Я принял решение создать следующее благочинение. Городское благочинение, собственно, город Калининград. Калининград и центральное благочинение, в которое будут входить районы, граничащие с городом Калининградом. Я еще об этом не объявлял вслух, но у меня есть желание, я надеюсь, что оно встретит понимание, назначить городским благочинным священника Александра Соколова, настоятеля строящегося храма святой мученицы Татьяны. А настоятелем благочинным центрального благочения протеерея Вадима Ниткачева, настоятеля Покровского храма города Калининграда. Протеерея Марьяна Позуня, в силу того, что он является у нас секретарем, и к нему стекается и партиеральным секретарем, и так очень много вопросов. Мы освобождаем от должности благочинного центрального нашего благочения, которое было, я назначаю отца Марьяна на должность благочинного приморским, приморским благочением. Учитывая важность приморского благочения, перспективу развития, ну и наличие настоятелей, с которыми должен управляться благочинный, имеющий авторитет. Иногда у нас бывают настоятели, с которыми не так просто управиться благочинному. Здесь, я думаю, отца Марьяна хватит потенциала осуществлять владычную волю. Восточном благочении у нас остается протеерей Иосиф Ильницкий и неманское благочение. Будет продолжать возглавлять отец Никифор Мельник. И так, значит, у нас на два благочения будет больше. И последний вопрос. До сих пор у нас не был создан епархиальный совет, потому что мы существовали как единая епархия Смоленско-Калининградская и был единый епархиальный совет. Сейчас Калининградская епархия самостоятельная и я предложил бы сегодня избрать членов епархиального совета, но по уставу половина членов совета назначает правящий архиерей. Поэтому я к имеющимся у нас четверым благочинным хотел бы пяти благочинным хотел бы еще предложить в члены епархиального совета священника Сергия Коротких и священника Вадима Дегтярева. Итого у нас семь человек будет назначено правящим архиереем и семерых нам нужно будет избрать тайным голосованием. Вам будут розданы листочки с бумагой, да? Да. И вы должны будете написать имя одного человека. семь первых лиц, которые получат наибольшее количество голосов и будут включены в состав епархиального совета, как избранные тайным голосованием на нашем епархиальном собрании. Хотел бы, дорогие братья, еще раз поблагодарить всех вас за ваши труды, особенно тех настоятелей, которые сегодня возводят храмы. Я сегодня имел возможность посетить и храм святой Екатерины строящейся, и храм святой мученицы Татьяны, и храм святаго благоверного князя Александра Невского на Сельме. И радуюсь, конечно, тому, что происходит. Строительство идет. Совершенно очевидно, что с Божьей помощью эти храмы будут построены, и при приходах этих храмов будет хорошо организована приходская жизнь. Вчера имел возможность осветить детский сад при Свято-Андреевском приходе. Замечательное впечатление производил на меня детский сад, и школа воскресная, и сам приход. Вот мы должны стараться таким образом организовывать пространство вокруг наших храмов, чтобы максимально можно было заниматься и социальной, и молодежной, и образовательной работой. Поэтому думаю, что даже там, где у нас все уже в порядке, и храмы есть, нужно будет либо использовать передаваемые нами имущества для того, чтобы организовать широкую приходскую работу, либо, может быть, думать о строительстве специальных приходских центров. Но сегодня ограничиваться только храмовым зданием, для всей той большой работы, которую мы осуществляем, невозможно. Очень важно, чтобы были условия для работы. И каждый, конечно, настоятель должен об этом думать.